В новой версии представлен расширенный сложный календарь с более гибкими настройками. Теперь можно выбирать разнообразные временные интервалы, подходящие под конкретные задачи. Чтобы поменять стандартный вид календаря на расширенный, достаточно потянуть его за левый угол. Всего в новом календаре есть шесть типов диапазонов. При выборе варианта «Предыдущий» система предложит указать диапазон, ограниченный полным предыдущим днем, недели, месяцем, кварталом или годом. То есть, если выбрать предыдущий месяц в середине марта, то в диапазон попадет весь предыдущий февраль. Диапазон «Скользящий», в отличие от предыдущего, начнет отчет с текущего дня. То есть, диапазон «Скользящего месяца», отсчитываемого, например, от 4 марта, войдет период от 4 февраля до 4 марта включительно. Текущий диапазон захватывает целиком неделю, месяц, квартал или год, к которому относятся тот день, когда мы устанавливаем период. Раздел «Вручную» позволяет выбрать разные типы начала и конца диапазона. Так, например, период может начинаться с текущей недели и заканчиваться календарным годом. При выборе пункта «Календарный» отчет диапазонов начинается не с единицы, а с нуля. У текущего диапазона будет нулевой номер, у следующего – первый, а у предыдущего – минус первый номер. Диапазон «Дата» позволяет просто выбрать нужные даты в начале и конце диапазона. Последний диапазон – формула, который показывает, как выглядит запись временного периода на языке LPE. Здесь же можно изменить формулу или написать новую. Чтобы зафиксировать календарь в расширенном виде, нужно внести соответствующую настройку в JSON-конфиг. В блоке «Стайл» указать календарь Type Complex, после этого при каждом открытии календарь будет расширенного формата. При необходимости вернуться к простому варианту вместо Complex указываем символ.